20 января вступил в силу так называемый закон о болельщиках. Он внес существенные изменения в жизнь фанатов, в работу организаторов спортивных мероприятий, функционирования стадионов. Так, на арене Химки начали устанавливать оборудование, позволяющее идентифицировать личность болельщика в автоматическом режиме. В России это первый опыт. Широкоугольная камера, которая встроена в эти устройства, будет распознавать некие параметры лица. И отождествлять их с теми параметрами лица, которые есть в базе программного обеспечения. Планируется, что к сканеру болельщик будет прикладывать штрих-код билета или абонемента. Данные сразу поступят в базу для идентификации и сравнения личности. Это оборудование австрийского производства. Сейчас его устанавливают на турникетах, которые ведут именно к фанатской трибуне. На данный момент у клубов полной фотобазы всех болельщиков нет. Когда будет готово все необходимое и программное обеспечение, все необходимые базы, как у клубов, так и у полиции, появятся фотобазы нарушителей, которым доступ закрыт, тогда уже система начнет функционировать в полном режиме. Необходимость принять такие меры возникла после ряда инцидентов, которые происходили на самых разных стадионах страны. Так, например, в ноябре 2012 года на арене Химки во время матча между столичным «Динамо» и «Зенитом» вратарь последних получил травму от фаера, брошенного с трибуны. Стадион арены Химки – это домашняя площадка для столичных клубов «Динамо» и «ЦСК». Первые матчи в этом году они проведут в начале марта и до принятия подзаконных актов и требований системы сканирования будет работать в тестовом режиме.